Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 26 мая и вот сегодня я продолжаю говорить о различном формировании разных сортов томатов. Два дня назад я рассказывала про юбилейный Тарасенко томат, в котором в кистях по 30-40 бывает завязей, но они мелкие, 100-150 грамм. Я говорила, что там вы можете поступить хоть как, хотите один оставляйте ствол, хотите два, но можно и три, потому что ни размер плодов от этого обычно не меняется, ни качество плодов не меняется. Сегодня говорила о немецком сорте Штраух, у которого такая же высота, 2 метра в теплице, у которого такие же кисти с мелкими плодами, 100-150 граммов, но у которого меньше плодов в кисти, то есть я сегодня посчитала, там 3, 5, 8, больше 16 плодов не бывает. Его тем более можно оставить, формировать и в 3 даже, и в 4 стебля, потому что он мелкий томат, и ему все равно, он крупнее уже не будет, даже если один ствол вы оставите. И вот сегодня в комментариях прочитала вопрос Галины, она посмотрела прошлогоднее видео о моем томате Казанова в теплице. И она пишет, что я подсмотрела, у вас там не 2 и даже не 3, по-моему, 4 или 5 стволиков, влияет ли это на качество плодов и все. И я отвечу так, вот Казанова, он тоже, он хоть у него плод и крупноватый, но он пальчиковый, такой как сосиска висит, вот это вот. Вот, но она и не сосиска, и, ну короче, я его как называю, томатный фалоимитатор, он вот в форме фалоса, он висит, и мне не важно, будут вот эти фалоимитаторы огромного такого размера. Я для личных нужд не собираюсь его использовать, или они будут маленькие, аккуратненькие пальчики. Поэтому вот такие сорта пальчиковые, я могу оставить и 4, и 5 стволиков, если вижу, что там полноценные вот эти цветы, цветочные завязи, пусть они висят. Мне не нужен там огромный плод вот такой вот, и на качество, я уже вот как по своему опыту знаю, на качество плодов не влияет. Хоть ты один ствол оставишь, он такой же получится плод, хоть ты 3-4 ствола оставишь. По-другому выглядит, но это касается только вот таких, как, например, Казанова, Штраух, Юбилейный, Тарасенко, у которых маленькие плоды и размер плодов, где нам не важен. Другое дело вот с такими томатами, как Ботяня. Вот они висят, Ботяне. Вот он, маленький Ботяня. Ой, смотрите. Да, вот уже Ботяня. Вот еще один. При выращивании Ботяни нам ведь важно размер плода, именно он должен быть крупный. Но сейчас, кто не знаком с этим сортом, я несколько слов о нем скажу. Он довольно-таки новый, не так давно появился, но он очень уже приобрел большое распространение. Считается одним из самых удачных сибирских сортов. Это сибирский сорт. Он выращивается и в теплице, и на улице. На улице тоже нынче будет, но там я высадила попозже, там завязи, конечно, еще нет, я потом покажу. И вот именно сочетание вот этой крупноплодности, высокого урожая и отличного качества плодов, потому что они действительно вырастают огромные, мясистые, сладкие. Вот это, из-за этого именно полюбили все наши садоводы-огородники Ботяню. Не знаю, как у кого, у нас в Сибири почти у каждого растет Ботяня. Вот эти огромные Ботяни висят и радуют глаз, и радуют потом рот, конечно. Как у нас один, как говорит сосед, большой плод и рот радует. Ну, очень, короче, вкусные и хорошие. Но тут уже мы не можем оставить три или четыре ствола, за Ботяней нужно следить. Хотя растение такое же, как Штрауха и Юбилейная Тарасенко, оно тоже индотерминатное в теплице, оно тоже двухметровое. И вот эти сердцевидные плоды с носиком, они будут хорошие и крупные только тогда, когда вы будете формировать не более чем в два ствола. Вообще указывается плоды 200-350 грамм у производителя, но вы потом почитаете комментарии, люди выращивают и 500-граммовые Ботяни, есть и 700-граммовые Ботяни вырастают. Это вот как раз зависит от формирования и от ухода. У него очень длительный период плодоношения и урожайность высокая, указывается до 17 килограммов с метра. Это очень хорошее, потому что, ну вы знаете, что бывает урожайности 6 килограмм, и 8, и 10, у него 18 килограммов с одного квадрата. Но его обязательно посынковать и обязательно подвязывать. Так, перейдем к моему Ботяне. Вот мой Ботяня тоже так же раздвоился, как Штраух, вот эта рогатка, лидирующий пасынок под первой кистью. И я разрешила ему это сделать, но дальше уже, если что-то пойдет, вот здесь раздвоение, расстроение, вот видите, тут плавно вот эта вот верхушечка, она очень плавно раздваивается, как бы естественно. И то, что тут уже не поймешь вроде бы, где пасынок, а где настоящий, но настоящий там, где кисть. И пасынок вот этот вот, после одного листика я раз, убираю все. Ботяне я не позволяю ни расстраиваться, ни тем более расчетвертоваться. Ну, расстраиваются в три раза, конечно, размножиться, а не нервничать, расстраиваться. Все, вот как у него есть эти два ствола, так и будут. Сейчас я их вот так вот вместе стяну, привяжу к этому колышку, и будет вот эта первая кисть, вот у меня вторая, вот третья, вот четвертая, а вот пятая. Все. Если мы хотим крупные плоды, больше пяти кистей, вот на таких крупных, лучше не оставлять. Тогда они будут действительно крупные, действительно мясистые. Как я буду потом прищипывать, я вам покажу. Конечно, они вот эти пятые кисти, это сейчас они маленькие, потом они вытянутся, и они, скорее всего, будут на более высокой высоте. Но здесь нужно соблюдать строго вот этот контроль за ними. Если хотите получить крупного ботяню, вкусного, мясистого, нельзя более двух стволов. Ну, я слово нельзя, не люблю, не рекомендуется более двух стволов. Вы можете, конечно, оставить и три, и четыре ствола. Но будет у вас очень много маленьких ботяничек, может быть, вам так удобнее. Это, знаете, хозяин-барин в каждой теплице своей. Но для получения крупных плодов, более двух стволов, оставлять нельзя. А если у вас посажено густо, то лучше всего, или если ухаживать некогда, то лучше всего вообще один ствол, и на одном стволе вот этих пять кистей у вас пусть завязываются, пусть растут. Все. Вот это у нас был ботяня. К ботяне более жесткие меры нужно принимать. Ему нельзя размножать вот эти стволы. Все, до свидания.